Зимний пейзаж Я люблю яркость красок, она поднимает мне настроение, я становлюсь более веселой, жизнерадочной. Каждый рассвет, единственный в жизни, к слову, закаты тоже всегда разные, поэтому ни одна работа не похожа на другую. Объединяет их одно время года. Впрочем, нарисовать картину, пожалуй, не главная цель мастер-класса. Самая главная цель, безусловно, это непосредственное общение. Это самая главная цель, это понимать, что ты не один, что ты не замкнут в каком-то своем мире и своем пространстве. И, естественно, мы бы очень хотели о том, чтобы эти мероприятия проводились не только для данной категории, но и были достаточно инклюзивны. Анастасия Макарова уверена, рисовать красками романтично. Занимается в клубе «Изумрудный город» уже второй год. Сначала предложение поучаствовать в мастер-классе не вызвало у нее восторга. Я думала, что как-то будет уныло, неинтересно, скажем так. А тут такое общение живое, и меня это невероятно бодрит. И у меня сердце радует, что можно пообщаться с людьми. Для меня живое общение – это намного лучше, чем сидеть дома в четырех стенах, смотреть тупо телевизор, сидеть в социальных сетях. Организаторы, а это администрация округа и клуб «Изумрудный город» обещают, такие мастер-классы будут регулярными. В Одинцовском городском округе сейчас проживают более 16 тысяч людей с инвалидностью, в том числе около 900 детей. И в течение месяца, в преддверии этого события, будут проходить различные мероприятия для наших ребят и взрослых, которые ограничены в своих возможностях. Это и спортивные мероприятия, и творческие, как сегодня. Мастер-классы в течение месячника осведомленности о проблематике инвалидности будут проходить в муниципалитете в разных форматах, в том числе онлайн. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.